вот я делаю здесь то на подшипнике крутится нормально и люфта на подшипнике нету сальник порван то он порван но здесь смазки не было он даже порванный держал смазку смазка густая поэтому сюда ее и не выкидывал давление не было порвали его точно при установке получается потому что если когда кольцо боком встает вот такой зазор выходит если кольцо поправить зазора нет она прилегает ничего я здесь криминального не увидел заказываю сейчас маску заказываю подшипник сальник внутренний и все-таки выбиваю сальники с подшипниками ступицы и смотрю что с ним откуда-то жирок от этот идет залез посмотрел по программе туда кольцо которое болтается это кольцо стоит в сальнике и она болтаться не должно что-то пошло не так но в эту в этот узел никто не лазил и еще интересно здесь нет прокладки а в оригинале там должна быть прокладка нет все верно прокладка есть я ошибся прокладка есть вот она она просто она очень тоненькая смазку заказал прокладку заказал как придет буду менять и устанавливать новое но сейчас все-таки я заменю подшипники и также выбью этот сальник с подшипником но подшипник заказал новый потому что этот быстрее всего целым снять не получится вот он сальник сальник конечно я изуродовал выбив сейчас его протру на подшипник удалось снять целый изуродовать то его изуродовал но я его изуродовал с другой стороны вот отсюда я его выбивал вот отсюда вот то место про которое я и показывал что она порезана вот кусок который торчал и вот это кольцо она закрывает сальник изнутри вот так вот стоит в сальнике новый сальник сейчас придет я уже это смогу показать посадочная здесь все целое ничего не набито и вот эту втулку бронзовая тоже менять не буду но самое забавное я не вижу никакого явного подвоха явной неисправности из-за чего вот эти щелчки и шумы были выбиваю подшипник сальник конечно я уже попортил потому что выбивал я именно в сальник назад его ставить нельзя но по подшипнику подшипник живой целый живой подшипник нету на нем не раковин ничего вытер я обойму в ступице единственное что нашел это вот если видно канавочка она отличается по цвету хотя раковин нет такое впечатление как как шлифованное кольцо по всему вот по всему кругу его видно вытер подшипник на подшипнике раковин нет но вот эта верхняя часть вот роликов она темнее но опять же это не является критично я хочу сейчас разрубить сепаратор и посмотреть внутреннюю обойму может что-то на внутренней обойме еще я увижу ну а так вот он как говорится шлиф полированный а внутренне наружная обойма она вообще идеально обои мы сейчас выбью разрезаю сепаратор и посмотрим что будет на внутренней обойме на желткой по металлу распилю на желткой по металлу распилю тоже нормальный подшипник единственно также верхняя часть кольцо полированное выбиваю обоймы и уже в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Второй подшипник вообще в идеале На нем никаких потемнений нету Новые подшипники буду фирмы FAK устанавливать Номер идет 713-620010 Вот такой вот комплект Я вот один подшипник достал Вот здесь они вообще новые Понятно, что они и есть новые Идет сальник Идет два вида шайб Стопорное кольцо Ну и прокладка Беру, запрессовываю На место Обоймы Смажу Посадочные Субтитры сделал DimaTorzok Так же смазываю И все Иду на пресс На прессе допрессую Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, один подшипник у нас сидит Так, это нормально Сказал подшипник, не подшипник, а обойма от подшипника Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теперь жду подшипники Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Беру оправку И через оправку запрессовываю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ставлю надписями вверх Беру также оправку Дело в том, что Палец уже разбился Неровно встает холодную пластину. Все. Сальник с подшипником сидит на месте. Эта втулка у нас целая. Протираю. Также заказал прокладку сюда. Чтобы герметиком не мазать, посадим на новую прокладку. И идем устанавливаем. Посадочная почистил. Также почистил здесь. Беру новую прокладку. Прокладка под номером FTC 3648. Вставляю немножко как бы на подвесе, чтобы не повредить сальник. Довел его, выравниваю гранату и покручивая завожу на место. Прокладку одел, зафиксировал двумя болтами. Вот этот срез, он у нас смотрит вниз. Одеваю аккуратно, чтобы не повредить сальник. И наживляю. Мясо. 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 Мясо сальник. Мясо. Мясо сальник. Все. Мясо сальни. Без грибин. Мясо сомет. все одеваем ступицу ступицу подшипники уже сальником запрессованы наживляю гайку ну а принцип затяжки здесь подтягиваем гайку здесь между подшипниками дистанционная втулка стоит подтягиваем гайку вот я ее подтянул при этом колесо крутится туго тяну не до безобразия а теперь мы ослабляем на одну шестую оборота если смотреть по шпилькам здесь получается 1 5 делим на 6 частей это следовательно у нас где-то должна от от этой шпильки досюда отойти сейчас берем по шпильке и возвращаем назад вот вернул сюда это получается примерно 1 6 оборот если взять 1 2 3 4 5 и сюда 6 вот 6 частей понимаю что никого этим не удивлю но я сделаю так беру два молотка один подставляя а вторым забиваю до фиксатора протираю посадку также протираю фланец беру новую прокладку новая прокладка шла в комплекте с подшипниками и наживляю болты мост ступица прокручивается поэтому эти болты я затяну когда поставлю суппорт зафиксирую ступицу и подтяну эти болты сейчас вытягиваем привод и ставим две шайбы и фиксатор это регулировочные шайбы дистанционные все стоит на месте протираю здесь посадочная под колпачок чтоб герметично было и здесь колпачок протираю колпачок резинопластиковый такой одеваю на место суппорт наживляю и затягиваю суппорт также здесь вот сверху одеваю стопорную скобу на тормозной шланг фиксирую через вентиляцию тормозного диска отверткой ступицу и затягиваю болты ну все теперь мы поворачиваем поворотный кулак открываем доступ чтобы нам удобно было закачать смазку. Почему нужно поворачивать? Потому что только так открывается окно, через которое можно закачать туда смазку. Когда она повернута, вот эта сфера закрывает отверстия частичные и продавить туда вы ее не продавите. Сейчас освещение добавлю. Вот видно, если сейчас буду поворачивать, вот так вот поставлю. Вот поворачиваю обратно и сфера перекрывает отверстия. Берем смазку. Смазка оригинальная. На одну сторону идет 375 мл. Оригинальный номер ее STC 3435. Отрезаем носик и вливаем ее туда. Носик отрезал. Заправляю. И выдавливаю. Много здесь смазки не нужно. Вот это объем 375 грамм. Его хватает за глаза. Если смазка наружу не вытекает и в мост не попадает, добавлять ее не нужно. Ее хватает надолго. Все. Закручиваем пробку. квадрат 3,8. Квадрат 3,8. Ну что, ставлю колесо и аналогичным образом меняю со второй стороны. А потом уже прокачусь, попробую, как будет работать. Если изменений никаких не будет, допишу видео. Если изменения будут, тогда уже промолчу. Значит все нормально. Но не нравился мне только немножко внутренний подшипник. И все. Поставил я новый. Надеюсь, что в этом вся причина и была. На этом замену подшипников я закончил. Всего вам доброго. Прокатился на автомобиле этого шума, который был, не стало. Что было причиной, так и непонятно. Тем не менее, подшипники с обоих сторон заменил. И слева, и справа. Так что точно сказать не могу, что было виною этого шума.